Зелёные оазисы в Новосибирске исчезают буквально на глазах, хотя участие нашего региона в федеральном проекте комфортной городской среды и обещало сделать Новосибирск более удобным и красивым. Но тем не менее, к примеру, рощу в Кировском районе превратили в парковку, а в сквере рядом с 34-й больницей вырубили деревья и сейчас строят административное здание. Кому мешают зелёные лёгкие Новосибирска? Об этом далее в прецеденте. Если будет здесь парковка на 22 машиномест, как озвучил нам застройщик, то это будет круглосуточная загазованность, шум и грязь. У нас выходят окна сюда семей, которые имеют по двое, по трое детей, немощные старики, которые просто на данный момент не могут выйти и защитить себя. Этот конфликт возник из-за небольшого участка муниципальной земли между домами 6 и 8 по улице Громова. По заверениям аборигенов, в 2013 году городские власти выделили средства на посадку кустарников в этом месте. Но официальную эту информацию в мэрии нам не подтвердили. Вне зависимости от того, кто был прародителем импровизированной рощи, просуществовала она недолго. Рано утром 14 сентября большинство посадок были вырублены. Из 18 деревьев погибло 15. Это были липы, яблони, рябина и венгерская сирень. Приехали просто люди, 3-4 пилы, они буквально в течение 10-15 минут все срубили. Дело в том, что еще в конце февраля архитектурно-строительная инспекция города выдала ООО «Аккорд» разрешения на строительство двухэтажного магазина. Торговый объект в настоящее время почти завершен, но для полноценной деятельности ТЦ нужна парковка. Для этого «Аккорд» взял в аренду межквартальную территорию. И все бы ничего, но... Вот эта территория, конкретно муниципальная, она является частью экологической тропы. И тут непосвященный зритель вполне заслуженно спросит, что еще за тропа. Объясняем, это маршрут протяженностью 2 километра 800 метров, проходящий по территории Затулинского жилмассива и насчитывающей 34 экскурсионных точки. Мы специально так и сделали, чтобы в составе тропы были территории общего пользования этой парки, территории специального назначения, это, соответственно, детские садики и уличное зеленение, и внутриквартальное зеленение, и придомовое. Экоэксперимент под открытым небом был реализован при поддержке президентского гранта и активистов фонда «Общее дело». Однако 17-му пункту зеленой тропы не повезло. Кустарники и ценную лекарственную траву-козлятник бесцеремонно закатали в асфальт. Остатки вот этого козлятника буквально под клюном. И то, что он уже переломлен. Впрочем, экологи надеются, что экскурсионную точку удастся реинкарнировать. Власти хотят переместить ее под судомой и там, соответственно, выставить на растение, которое шли под парковку. То есть, на самом деле, там должна быть полная компенсация. Вообще работы по этому вопросу ведутся. Мы со своей стороны все для этого делаем. Ну, до конца этой недели наверняка все не высветится, потому что если сделать теплят, я так думаю, то оно и не будет расти. А если сделать все грамотно, я думаю, что продумают, какие сорта можно высаживать осенью, да? То есть, какие там. Ну, это уже я не могу вам сказать. И вот к чему весь этот сыр-бор снова задастся вопросом наш зритель. А вот к чему. В 2017 году в России стартовал проект «Комфортная городская среда», благодаря которому наши города должны преобразиться. Новосибирцы выбрали 10 территорий для такого апгрейда. На Затулинке решено было разбить дисперсный парк. К нему и вела экотропа. Теперь, опять же, в рамках благоустройства, если верить ответу мэрии, часть зеленого массива пустили в расход. Вот такая она безжалостная, комфортная среда по-новосибирски. Другим, не менее печальным примером хозяйствования чиновников по части озеленения стала стройка в сквере рядом с горбольницей номер 34. Почему зеленая зона, которая здесь ограждает больницу от проезжей части по улице Титова, становится открытой? Мы сделали запрос в Ленинскую администрацию. Нам ответили, что да, здесь заключен договор на строительство административного здания. Против стройки возражала прокуратура, но ее представление было отклонено решением депутатов на недавней сессии горсовета. На наш запрос в мэрии сообщили, что территория 34-ки представляет собой три земельных участка. Один из них занимают лечебные корпуса. На втором, на пересечении Костачева и Титова, еще в 2015 году, пенсионный фонд зарегистрировал градостроительный план, но за разрешениями на работы пока не обращался. А вот третий, со стороны улицы Серафимовича, изначально был в зоне коммерческого назначения. Его-то и застраивают в настоящее время. Работы осуществляет компания «Строительный концерн Метаприбор», уже построивший в Новосибирске несколько супермаркетов лента. Мы сделали запрос и подтверждение того, что это строится лента, есть на основании того, что опровержений нет. Сам застройщик ясности в этот вопрос не внес. Тем не менее, именно против нового супермаркета вышли митинговать активисты «Яблоко» 24 сентября. Строительство ленты нарушает права тех больниц, которые... Впрочем, что на самом деле в скором будущем вырастет за строительным забором по соседству с городской здравницей, новосибирцам пока остается только гадать. Одно ясно – деревьям здесь больше не место. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.